Итак, всем привет! Вы на канале новых технологий и с вами, как всегда, Юля. Сегодня у меня на обзоре наследник хитовой серии, которая появилась еще прошлой весной и стала настоящим открытием от Realme GT Neo 3. Здесь производитель не стал жалеть инноваций, значительно улучшив почти все аспекты предшествующего GT Neo 2. И, пожалуй, самым главным новшеством будет то, что это первый в мире серийный смартфон с поддержкой рекордной быстрой зарядки мощностью 150 Вт, позволяющий восполнить батарею на 4500 мАч на 50% всего за 5 минут. Такая скорость зарядки будет достигаться за счет двухэлементной структуры с архитектурой мгновенного заряда UDCA и технологией определения напряжения ячейки Battery Sense. Кстати, немного позже модели с поддержкой столь быстрой проводной зарядки появятся у Oppo и OnePlus. И все-таки, если кому-то такая мощность кажется избыточной, производитель предлагает отдельную версию смартфона с зарядкой на 80 Вт, с увеличенным до 5000 мАч аккумулятором, ну и, соответственно, меньшей ценой. Второй немаловажной фишкой GT Neo 3 стал чипсет Mediatek Dimensity 8100, который, как заверяет производитель, получил технологию от старшей линейки Dimensity 9000, так как тоже производится по технологическому процессу 5 нанометров и призван обеспечивать очень высокую производительность. К слову, размечите Neo 3 первый смартфон на базе данного чипсета. Разработчики уверяют, что новинка хорошо подходит для игр, в том числе и за счет дополнительного чипа, который вставляет дополнительные кадры в играх, что немного разгружает графический чип Mali-G610MC6 и снижает энергопотребление платформы. Память, кстати, тоже флагманских стандартов, это LPDDR5 оперативка на 6, 8 и 12 ГБ и встроенная UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. По словам производителя, такая связка позволит аппарату выдавать в играх стабильные не только 90, но даже и 120 кадров в секунду. Также смартфон отметился мощной системой жидкостного охлаждения VC площадью 4129 квадратных миллиметров и при этом самой большой площадью рассеивания тепла на 39606 квадратных миллиметров. Поработал производитель и над камерой новинки, теперь она не только перешла на качественный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, применяемый во флагманах и имеющий размер пикселей 1 микрон, диафрагму f1,88 и матрицу размером 1 к 1,56 дюйма, но и получила при этом оптическую стабилизацию. Равми рекламирует новый алгоритм изображения, который фокусируется на 94% быстрее, а датчик помимо этого оснащен всенаправленной автофокусировкой. Набор вспомогательных камер не изменился. Это 8-мегапиксельный широкоугольный с размером матрицы 1,4 дюйма, размером пикселя 1,12 микрон, диафрагма f2,25 и углом обзора 119 градусов, и 2-мегапиксельный макромодуль с диафрагмой f2,4 и дистанцией фокусировки 4 см. В настройках камеры есть помимо оптической еще и электронной стабилизации изображения, видео зум, HDR, профессиональный режим, обновленный ночной режим со скоростью съемки 0,8 секунды, функции искусственного интеллекта, запись видео в 4К 60 кадров в секунду и замедленная съемка. Что касается селфи-камеры, дорогие друзья, то это пятиэлементный объектив на 16 мегапикселей от Samsung с диафрагмой f2,45 и углом захвата 82,3 градуса. Имеется поддержка записи видео в Full HD 30 кадров в секунду и разблокировка смартфона по лицу пользователя. Ну и теперь экран, который в новинке тоже прокачали до 10-битной AMOLED E4 панели диагонали 6,7 дюйма разрешением 2412 на 1080 точек, с частотой обновления экрана 120 Гц и мгновенной интеллектуальной частотой дискредитации 1000 Гц. Насыщенность света DCI-P3 будет 100%, а точность светопередачи GNCD 0,4, плюс высокая контрастность 5 млн к 1, ну и под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Еще можно отметить, дорогие друзья, что в качестве программной платформы в GT Neo 3 используется операционная система Android 12 с собственной оболочкой Realme UI 3, в которой переработка интерфейса дала возможность сократить загрузку оперативной памяти на 30%, приложение запускается на 13% быстрее, а время жизни от аккумулятора увеличилось на 12%, ну по крайней мере так красиво заявляет в Realme о достижениях в этой оболочке. Но и немаловажный фактор – это то, что новинка получила стереодинамики с функцией Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio и модуль NFC. Сам аппарат поставляется в трех цветах корпуса, два из которых получили продольные полосы на тыльной панели. Управляющие элементы расположены следующим образом – на левой боковой стороне клавиши регулировки громкости, на правой – клавиша включения-выключения. На нижнем торце можно увидеть разъем USB Type-C, тут же микрофон, динамик и лоток для двух нано-сим-карт. Второй микрофон и динамик вынесли на верхний торец. Связь представлена 2G, 3G, 4G, LTE, 5G. Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 6, Bluetooth версии 5.2, ну и за навигацию будут отвечать такие системы, как GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. В комплект поставки войдут сам аппарат, зарядное устройство, USB кабель, техдокументация, инструмент для извлечения слота под сим-карты и защитный чехол, ну и габариты смартфона, дорогие друзья перед вами. Продажи в Китае стартуют 30 марта с ценником, начиная от 315 долларов за модель с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и заканчивая на цене 440 долларов за самую продвинутую модель с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. Ну и еще в конце хочу коротко рассказать о новых наушниках Realme Buds Air 3, которые имеют дизайн кладышей и корпус на штоке. Что касается технических характеристик, здесь есть технология активного шумоподавления 42 дБ против 35 в предыдущей модели. Устранение шумов происходит при помощи двойных микрофонов и специальной технологии, которые анализируют каждый звук и подавляют фоновые эффекты. Также Realme Buds Air 3 оснащены усовершенствованной технологией Dynamic Bass Boost, которая делает звучание более динамичным и объемным. И оптический датчик воспроизведения помогает наушникам определить, когда нужно поставить трек на воспроизведение, а когда на паузу. Благодаря различному нажатию сенсора пальцами можно управлять вызовами, музыкой и переходить в игровой режим. Ну и кастомизированный чип R3 и стандарт Bluetooth 5.2 обеспечат более быстрое подключение к проигрывающему устройству с эффективным расстоянием до 10 метров. Зарядить устройство помимо обычного кабеля USB Type-C можно и с помощью кейса для беспроводной зарядки по стандарту Qi, который, кстати, идет в комплекте с Realme Buds Air 3. Световой сигнал будет передавать информацию об уровне заряда, но и обещается, что работа Realme Buds Air хватит на 17 часов. При желании уровень заряда наушников можно посмотреть на экране смартфона. Но еще отмечу, дорогие друзья, что вес одного наушника составляет всего 4,2 грамма, ну и соответственно эти вкладыши будут практически не чувствоваться в ушах. Помимо этого есть технология, которая позволяет подключать наушники одновременно к двум разным устройствам и переключаться между ними простым прикосновением. Ну и вишенка на торте – это устойчивость к брызгам воды и поту в виде IPX5. Цена Realme Buds Air 3 будет в пределах $62. Но осталось нам в конце, уважаемые друзья, только подвести итог. В данном случае Realme предлагает хорошее соотношение цены и представленных характеристик. В GT Neo 3 можно отметить и быструю зарядку, и шуструю производительность, и хорошие камеры, экран, стереодинамики Android 12 с оболочкой Realme UI 3 и модуль NFC. Наушники и вкладыши также имеют отличные технические характеристики, так что смотрим и определяемся. Все доступные ссылки на продажу этого смартфона и наушников мы расположим внизу в описании под этим видео. Ну а я заканчиваю свой обзор и как всегда не прощаюсь с вами, говорю до следующего обзора на канале новых технологий. Всем мирного неба над головой, не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал тех, кто еще этого не сделал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, так вы будете в курсе последних новостей с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова